Новости на восьмом, а значит ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. С вами Юлия Ракотская. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. В Приморье расчищают русла рек и укрепляют берега. Вход аварийно-восстановительных работ после летних ливней контролируют краевые власти. И далее мы уже будем находить ресурсы финансовые для того, чтобы работу начать в этом году и в течение года закончить. В ГЭС собираются переименовать. Экономический вуз давно стал многопрофильным и поэтому решил сменить аббревиатуру. И если вот в 96-м году у нас экономика, направление экономика и сервис были примерно 70% в структуре подготовки, то сейчас это максимум 40%. Рекорд России установили любители бега в Приморье. Уникальная эстафета прошла на стадионе кампуса Дальневосточного университета. Последний раз это мероприятие проходило в 1986 году в городе Томске, где принимало участие 200 человек. Также в выпуске районный коэффициент к зарплате работников госучреждений снижается. Постановление подписал губернатор. Еще раз скажем, общегородская ярмарка пройдет на этой неделе в пятницу и субботу, 18 и 19 октября. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Коэффициент снижается, но зарплаты обещают сохранить. Губернатор Приморья Олег Кожемяка подписал постановление о снижении районного коэффициента к зарплатам работников госучреждений региона с 1,3 до 1,2 на больше территории региона. Теперь работникам будет начисляться районный коэффициент в размере 1,4 за работу в отдельных населенных пунктах, определенных в соответствии с правовыми актами органов государственной власти бывшего Союза СССР. Коэффициент в размере 1,3 будет начисляться лишь за работу в местностях, приравненных к Крайнему Северу, а также в сельских населенных пунктах и рабочих поселках приграничной 30-километровой зоны. На остальной территории края коэффициент будет 1,2. Изменения вступают в силу с 1 января будущего года. Один из пунктов постановления гласит, что заработная плата без учета стимулирующих выплат после этих изменений не может быть меньше зарплаты, которую работник получил до них. Еще один пункт предусматривает увеличение с 1 января будущего года расходов краевого бюджета на фонд оплаты труда. Руководителям учреждений предписано увеличить оклады работникам на 10%. Ход аварийно-восстановительных работ в Октябрьском районе проверил губернатор Примурия Олег Кожемяка. Глава региона проконтролировал, чтобы люди получили выплаты за ущерб от стихии и сообщил им о мерах дополнительной поддержки. Напомню, Октябрьский район наряду с Хасанским особенно сильно пострадал от ливней в этом году. Тему продолжит Светлана Садовая. Укрепить берега и расчистить русло рек, чтобы в следующем году минимизировать последствия от паводков. Еще месяц назад губернатор края Олег Кожемяка побывал в Октябрьском районе и дал поручение провести здесь аварийно-восстановительные работы. Кроме того, глава региона пообещал лично контролировать процесс. Поэтому побывал здесь снова и пообщался с местными властями и жителями. И далее мы уже будем находить ресурсы финансовые для того, чтобы работу начать в этом году и в течение года закончить. И сделать так, чтобы это село было защищено от наводнений. И специальными гидротехническими сооружениями. Потому что четвертый год идет подтопление села. В селе Синельниково один вдоль улицы Набережная, растянувшейся вдоль реки Раздольная, сегодня укрепляют дамбу. Закончить должны до конца года. За работой наблюдают местные жители во главе со старостой села. Они отмечают, отсыпка позволит защитить дома от большой воды. Большое спасибо. Помогают, чем могут. НЧСу нашему российскому большое спасибо. Значительный объем работ по берега укреплению предстоит выполнить в селе Синельниково-2, жители которого также топят несколько лет подряд. Губернатор уточнил, предоставлена ли пострадавшим денежная помощь за утрату урожая и имущества. Местные жители подтвердили, что выплаты получили. По 10 тысяч рублей за утрату урожая, по 50 и 100 тысяч в зависимости от ущерба имуществу. У нас дом как раз на таком месте, что как раз первая волна нас захватывает. Мы сейчас пойдем посмотрим, что там можно сделать. Кроме того, глава Приморья сообщил жителям района, что аналогичные суммы дополнительно направят из резервного фонда правительства России. Бессловно, мы проведем эти выплаты по тем актам, которые были непосредственно составлены комиссиями, которые обходили дворы. Поэтому я думаю, что люди еще получат дополнительные деньги, что будет им хорошим подспорьем для того, чтобы полностью все затраты, понесенные во время наводнения, каким-то образом компенсировать. В результате летних паводков Приморья подтопило 47 населенных пунктов, почти полторы тысячи домов, более 7 тысяч придомовых территорий, 22 моста, 54 участка автомобильных дорог, более сотни угодий сельхозпроизводителей. На восстановление транспортной инфраструктуры из резервного фонда администрации Приморского края уже направили 173 миллиона рублей. На расчистку русел рек – более 220 миллионов. 34,5 миллиона рублей выплатили людям за утрату урожая и имущества. Еще 38 миллионов рублей получили приморцы из резервных фондов муниципальных образований. Светлана Садовая, Новости на Восьмом. Новая газета опубликовала статью под заголовком «Право становится все больше лево». В ней журналист Андрей Островский рассказывает о своих впечатлениях от двухдневного апелляционного заседания в Мосгорсуде по делу Игоря Пушкарева. Журналист вспоминает судью Алексея Криворучко, который отказался смотреть видеоматериалы по задержанию Павла Устинова и считает, что последние судебные скандалы слишком откровенно указывают на карательную, а не состязательную сущность правосудия. В «Новой газете» журналист пишет. Нам со всех сторон говорят, давайте решать вопросы в правовом поле. Давайте. Но если у вас оправдательные приговоры по официальной статистике составляют 0,3%, меньше арифметической погрешности, есть ли у человека, попавшего в жернова системы, шанс на что-то надеяться? Есть тенденция, и она печальна. Карательный характер правосудия становится все более выпуклым. Это только на эмблеме уфемиды чаши весов пребывают в равновесии. На практике, смотри статистику, можно говорить о слившейся в единое целое судебно-силовой системе и защитниках-адвокатах, превращающихся в тюремных аниматоров. А сам экс-глава Владивостока Игорь Пушкарев на своем сайте опубликовал стенограмму рассмотрения апелляционной жалобы в Мосгорсуде от 3 октября и написал пост об этапировании в колонию. В течение 10 дней после того, как ему будет вручено решение Мосгорсуда в документальной форме, его должны этапировать. Пока неизвестно, в какую колонию он будет отправлен, также неизвестно, сколько времени экс-глава Владивостока будет находиться в пути. Он пишет на своей странице в Фейсбук. «Я считаю, что за прошедшие 40 месяцев мучений и издевательств над нами и на предварительном и судебном следствиях, и на заседании в Мосгорсуде мы убедительно доказали всю абсурдность и нелепость предъявленных нам обвинений. Мы открыто излагали свои доводы, и каждый из вас мог и может с ними ознакомиться на моем сайте игорьпушкарев.ком. Желаю всем быть свободными», – написал Игорь Пушкарев. Шестерых жильцов дома в поселке Новонежино, где обрушилась часть подъезда, разместили в соседнем Смолениново, сообщил глава Шкотовского района Виктор Михайлов. Он отметил, что готовы были перевезти и больше, но другие жильцы передумали и решили остаться у родных. Все эвакуированные обеспечены горячим питанием, есть постельные принадлежности и все необходимое. Напомню, в ночь на вторник в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в Новонежино произошло частичное обрушение подъезда. Одна женщина погибла, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. 19 жильцов самостоятельно эвакуировались. Власти пообещали материальную помощь жителям пострадавших квартир. В среду лаборатория МЧС начала осмотр дома, где произошло обрушение. Тяжелая гусеничная техника и серьезное оружие, а также спецоборудование. Все это не на войну, а на охоту в тигриные места. Вооруженных до зубов браконьеров с карабинами и тепловизорами поймали в пожарском районе Приморья. Сотрудники спецгруппы центра «Амурский тигр» и охотнодзора Приморья задержали в тайге на севере края мужчин, которые убили около 10 косуль – основную добычу краснокнижных амурских тигров. Охотники пытались скрыться на вездеходе, но оперативники не дали им уйти и вызвали полицию. В багажнике обнаружили 9 разделанных туш. Задержанные охотились без лицензии и с применением оборудования, недопустимого для охоты. Точное количество убитых животных установит экспертиза. Кроме мясокопытных, у задержанных обнаружили два полуавтоматических карабина с оптическими прицелами, боеприпасы, тепловизоры, прожекторные фонари, рыболовные сети и рыбопродукцию. По мнению экспертов, набор изъятого говорит о том, что это был не случайный выезд, а системный промысел. Наличие дорогих оптических прицелов зарубежного производства и тепловизоров, а также сам способ похода с применением вездехода, свидетельствует о том, что люди занимались преступным деянием, совсем не с чувства голода. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Общегородская ярмарка пройдет на Центральной площади в пятницу и субботу. Медицина шагает вперед. Генетики Приморья успешно применяют новую форму неонатального скрининга. Приморские любители бега установили рекорд России. Партнер выпуска новостей – торговый дом «Планета безопасности». Хотите узнать, что делают ваши работники? А что делают сейчас ваши дети? Кто у вас на даче? «Планета безопасности» ответит на ваши вопросы. Работа кипит. Дети под присмотром. На даче все в порядке. Сегодня с вами Юлия Ракотская. И мы продолжаем. Общегородская ярмарка пройдет на Центральной площади в пятницу и субботу. Медицина шагает вперед. Генетики Приморья успешно применяют новую форму неонатального скрининга. Приморские любители бега установили рекорд России. Один из ведущих вузов Приморья ожидает перемены. Ранее в СМИ сообщалось, что Владивостокский государственный университет экономики и сервиса, более известный как ВГУЭС, будет переименован во Владивостокский государственный университет и станет ВГУ. Так ли это на самом деле и насколько кардинальный ребрендинг ждет университет, узнавал Дмитрий Беломеснов. В скором времени известный Владивостокский государственный университет экономики и сервиса перестанет работать. Точнее, учреждение перестанет работать под старым названием. Руководство объявило о том, что университет немного изменит имя. Аббревиатура в ГУЭС известна приморцам уже больше 20 лет. До своего переименования в 90-х годах университет был известен как Дальневосточный технологический институт бытового обслуживания. За эти годы мы намного переросли все те направления, которые связаны с экономикой и сервисом. Таким образом, сама жизнь нас шаг за шагом подвела к тому, что приходится думать над следующей итерацией, связанной с очередным обновлением бренда университета. Так называемый ребрендинг связан с тем, что вуз давно является многопрофильным. Университет готовит специалистов разных областей – от журналистики и педагогики до медицины. В ГУЭС выпускает кадры и с высшим образованием, и со среднеспециальным. Тот спектр направлений подготовки, он, конечно, уже не сервисный и не экономический. И если вот в 96-м году у нас экономика, направление экономика и сервис были примерно 70% в структуре подготовки, то сейчас это максимум 40%. А все остальное – это те направления подготовки, которые не входят в эти классификационные основания. Местные СМИ писали, что ВГУЭС станет Владивостокским государственным университетом. То есть аббревиатура будет звучать как ВГУ. Однако такой университет в России уже есть – в Воронеже. Руководство на пресс-конференции сообщило, что новое название пока не утверждено, но уже есть идеи. Также в планах сохранить и аббревиатуру ВГУЭС. Дальневосточный государственный университет – это как одно из рабочих направлений. И потом это тоже бренд, бренд края нашего. Да, но причем вот физка в чем? Дальневосточный – так все дальше по правилам, как там федеральные, государственные, образовательные учреждения, а в скобках – категорично, скромно и со вкусом ВГУЭС. На вопрос, когда именно будет переименован один из ведущих вузов региона, руководство ответило, что в мае 2020 года, когда начнется приемная комиссия. Учреждение будет принимать абитуриентов уже под новым названием. Однако фирменный стиль, включая логотипы, останутся прежними. Добавим, на сегодняшний день ВГУЭС занимает третье место среди 33 университетов Дальнего Востока. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. 12 детей с диагнозом эпилепсия лечатся сегодня в неврологическом отделении детской краевой больницы. Ежегодно через детский эпилептологический центр больницы проходят почти 2000 детей с подозрением на эту страшную болезнь. Динамика заболевания в Приморье неутешительная. Эпилепсия – заболевание головного мозга, которое сопровождается припадками, возникающими зачастую без явных провоцирующих факторов. Каким должен быть образ жизни в семье, где ребенок страдает эпилепсией, и лечится ли это заболевание, выяснила Светлана Садовая. Внезапная потеря сознания, падение со стоном или криком, напряжение мускулов, пена изо рта. Эпилептический припадок всегда выглядит страшно. В разы страшнее, когда такой приступ происходит у ребенка. Согласно имеющейся в Приморской педиатрии статистике, эпилепсией страдают ориентировочно 7 детей из 1 тысячи. У взрослых, страдающих эпилепсией в 75% случаев дебют заболевания приходится на детский или подростковый возраст. Эпилепсия – это заболевание, которое сопровождается приступами. Приступов достаточно много бывает детей. Причины самые разнообразные. То есть может развиться заболевание передаться по наследству, это генетические формы эпилепсии. Может развиться, могут развиваться приступы на фоне основного заболевания. Например, перинатальное поражение нервной системы, детский церебральный паралич, туберозный склероз и другие заболевания со стороны нервной системы, которые часто как основным из симптомов проявления этого заболевания могут быть приступы. Это так называемые симптоматические приступы. Детский эпилептологический центр на базе детской краевой больницы открыли в 1998 году. В год через него проходит около 2000 детей. Лучше всего, говорят врачи, эпилепсию диагностировать во время сна. Специальное оборудование фиксирует малейшие отклонения в головном мозге именно когда ребенок спит. И самые тяжелые приступы, если у человека эпилепсия, происходят ночью. Но сами по себе приступы, они протекают часто с потерей сознания, выглядит это очень страшно. Дети меняют цвет лица, у них может выделяться пена, может быть непроизвольное мочеиспускание. Конечно, вычищается сердцебиение и так далее. И данная ситуация, конечно, если это приступ затяжной, потому что средний приступ может длиться 5-7 минут, а может быть и более 15 минут, он может привести к необратимым исследованиям. И, конечно, это является показанием к госпитализации в стационар. В неврологическом отделении сегодня из 30 детей 12 с диагнозом эпилепсия. Их лечат противосудорожными препаратами, при тяжелых формах применяют гормонотерапию. Тяжелая форма эпилепсии может сопровождаться сотнями приступов в день с необратимыми последствиями. Сегодня в стационаре таких детей трое. У нас начались приступы в три года. Ну, все, мы поступили по скорости, да, и вот 15 лет уже наблюдаемся в этом отделении. Скажите, ну вот в чем проявляются приступы? Говорят, что тяжелая форма эпилепсии, да? Ну да. Ага. Что, как вот это? Ну, судороги, ночное время. Из-за болезни развитие сына Татьяны остановилось на трехлетнем возрасте. Вылечить полностью тяжелую форму эпилепсии невозможно. Месяц без судорог женщина считает длительной ремиссией. Из-за этого мама до сих пор вынуждена спать с ребенком. По этическим соображениям, наша съемочная группа не стала делать кадры с Алексеем. Тем более, что ребенок в это время спал. Это заболевание лечится. То есть на сегодняшний день успешно лечится. И уже вот в 2017 году Международная противоэпилептическая лига, она, в общем-то, приняла решение, что если в течение пяти лет ребенок, ну, также и взрослый человек, не получает противоэпилептические препараты, то диагноз можно снять. Больному эпилепсии следует избегать перегрузок, волнений в отдельных случаях, длительной инсоляции, просмотра телевизора или работы за компьютером. Успех в лечении зависит от раннего начала терапии, соблюдения ее схемы, рекомендованного образа жизни и наблюдения ребенка у эпилептолога. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Генетики Приморья успешно применяют новую форму неонатального скрининга. По анализу крови они могут выявить до 40 редких наследственных заболеваний. При этом в большинстве регионов России исследования проводят только на пять болезней. Неонатальный скрининг выполняется у доношенных детей на четвертый, а у недоношенных на седьмой день. Этакая диагностика доступна сегодня всем новорожденным краям. Отмечают в Департаменте здравоохранения. За счет краевого бюджета приобретено и оборудование, и все необходимые расходные материалы и реагенты. Специалисты Минздрава предупреждают, что часть наследственных заболеваний пока невозможно вылечить. Но родители, по крайней мере, получают информацию о том, что у ребенка есть это заболевание, как оно разобьется, и имеют возможность прогнозировать, а также решать, планировать ли последующих детей. А в ближайшее время в Приморье запустят уникальный проект по обследованию беременных. Он поможет предотвратить нарушения сосудистой системы у будущих мам. За зимними запасами витаминов на общегородскую ярмарку на этой неделе она будет работать на Центральной площади в пятницу и субботу, 18 октября с 8 до 18 часов и 19 с 9 до 17. Отмечу, каждую неделю более 200 фермеров со всего Приморья привозят свой урожай во Владивосток. В торговых рядах всегда можно найти свежие овощи и фрукты, мясные, рыбные продукты, разносолы, а также хлебобулочные изделия, мед и многое другое. Напомню, до конца этого сезона ярмарка будет работать еженедельно по пятницам и субботам. К слову, если говорить о витаминах, диетологи рассказали о пользе сухофруктов и объяснили, как их следует выбирать. Сухофрукты назвали концентратом, ведь в них содержится гораздо больше витаминов и других полезных элементов, чем в свежих фруктах. Но и содержание сахара в них значительно выше. Поэтому употреблять их необходимо в умеренных количествах. Наиболее полезными врачи считают чернослив и черный изюм. Они содержат много антиоксидантов, тормозят старение и оздоравливают сосуды. А вот варить из сухофруктов компот не стоит. Также не стоит покупать курагу, финики или чернослив, которые выглядят слишком красиво. Это касается и слишком ярких или блестящих сухофруктов. Такие признаки могут указывать на обработку продукта сернистым газом, парафином или маслом. Лучшим яхтсменам Приморского края вручат новые паруса. Но непростые парусное вооружение с логотипами Паллады – подарок детям Приморья от многочисленных друзей, членов экипажей больших парусников. Организатором благотворительного движения выступил образовательный центр «Морская практика» – официальный партнер парусников Крузенштерн, Седов, Паллада и Херсонес. По правилам этого движения наградные паруса передаются их клубам, которые воспитали чемпионов своих регионов в детских классах «Оптимист» и «Лазер». К слову, сама церемония вручения пройдет на борту фрегата Паллада 26 октября. Для юных спортсменов будет проведена экскурсия по паруснику, который в начале ноября отправится в кругосветную экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды русской экспедиции Белинсгаузена-Лазарева. Наградные паруса уже вручены детям Сочи, Туапсе, Калининграда, Москвы, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Волгограда и других городов. Приморские любители бега установили рекорд России. На стадионе кампуса ДВФУ прошла уникальная эстафета «Бег-Инн». В ней участникам предстояло пробежать тысячу метров. Однако сделать это нужно было всей команде, состоящей из ста человек. Все это ради установки нового рекорда страны. О том, чем отметилась необычная акция, расскажет Максим Яковлев. Свою любовь к бегу Владивосток доказывает уже последние несколько лет. Но даже целых марафонов приморцам кажется мало. В этот раз они решили побить рекорд России и собраться на уникальную эстафету «Бег-Инн». Вписать себя в историю на странице самого массового бегового события участники смогли на стадионе кампуса ДВФУ. Последний раз это мероприятие проходило в 1986 году в городе Томске, где принимало участие 200 человек. И это являлось рекордом Советского Союза. На данный момент мы смогли собрать пять команд из 500 участников. Задача для всех одна – пробежать тысячу метров. Забег проходил в формате эстафеты после того, как один участник завершал километровый маршрут, он передавал палочку спортсмену своей команды. Она, в свою очередь, насчитывала 100 человек. В массовой акции принимали участие студенты, служащие, чиновники и многочисленные любители бега. Я стараюсь по возможности во всех физкультурных, спортивных мероприятиях принимать участие. А здесь такое грандиозное, можно сказать, сто по тысяче. Первый раз проходит. Никто никогда в России, по крайней мере, это не делал. Это здорово, интересно. Это был такой интересный опыт, потому что я очень давно не бегала, именно в большие расстояния. И бежав уже на втором круге, я поняла, что я выдыхаюсь. Но учитывая, что на меня мои коллеги смотрят, я не могла сдаваться, пускать руки. На последнем издыхании уже добежала. Я очень рада, что я смогла это сделать. В общей сложности эстафета продлилась около восьми часов. Организаторы забега планируют, что в следующем году им удастся привлечь к участию спортсменов из других регионов, а также из стран АТР, чтобы проводить акцию одновременно в нескольких уголках планеты. Максим Яковлев, Евгений Апарин. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Районный коэффициент к зарплате работников госучреждений снижается. Зарплату при этом обещают сохранить. Постановление подписал губернатор. Приморье расчищают русла рек и укрепляют берега. Ход аварийно-восстановительных работ после летних ливней контролируют краевые власти. В ГОС собираются переименовать. Экономический вуз давно стал многопрофильным и поэтому решил сменить аббревиатуру. Медицина шагает вперед. Генетики Приморья успешно применяют новую форму неонатального скрининга. Общегородская ярмарка пройдет на этой неделе в пятницу и субботу 18 и 19 октября. Рекорд России установили любители бега в Приморье. Уникальная эстафета прошла на стадионе кампуса ДВФУ. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните уже завтра, вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток.